Но, пожалуйста, отставить от своих самовар дома. Фредди Ван Вонтерхейм из партии «Истинные финны» – очень популярное, крайне правое движение Финляндии сегодня. Националисты выступают за ужесточение законодательства в отношении приезжих и полный запрет на продажу земли иностранцам. Ведь когда продавать разрешили, никто не думал, что массово, кроме русских соседей, обзавестись кусочком Финляндии никто не захочет. Все здесь боялись, немецкие будут все участок покупать. Они даже не думали тогда, что россияне будут покупать здесь участок. Ах, тебе здесь не нравится? Вон там вокзал. Можно улучшать жизнь там, где ты родилась. А панировать «Истинным финнам» приходится ей наполовину финке – Эллине Гусатинской. Маленькая хрупкая женщина – главный редактор газеты для самой большой группы иммигрантов Финляндии – русскоязычной. Если постоянно нагнетать обстановку, что Финляндия скупается русскими, россияне, значит, скупили всю Финляндию восточную, то в конце концов кто-то решил, что ему нужно остановить этот процесс. Как вот было с Брейвиком в Норвегии, например. Он ходил в ту же школу, что и моя дочь. Брейвик. Дочка проходила конфирмацию в той же церкви, что он. А мама его жила совсем рядом с моей работой. Сложно представить, что этот человек был рядом с нами. Карри Фосхельм с дочкой у памятного камня возле теперь печально знаменитого острова Утоя. Это обычная норвежская семья, никого из жертв Брейвика лично не знали, только убийцу. И знали мотив, побудивший парня из соседнего двора совершить самый страшный теракт в истории Норвегии. У него просто было такое понимание в голове, что Норвегия будет оккупирована мусульманами, и он должен что-то сделать, чтобы норвежцы среагировали, проснулись. И вот он сделал это. В его манифесте написано, враг ислама Андрес Брейвик взрывал и расстреливал не мусульман, а свое правительство. Здесь, в лагере на острове Утоя, отдыхали дети, членов правящей в стране вот уже полвека рабочей партии. Брейвик потом скажет, он стрелял в детей социал-демократов за ту политику, что в прямом смысле изменило его страну до неузнаваемости. Это Пакистан. Иммигрантский район в самом сердце Осло, столицы самого северного государства Западной Европы. Правда, от северного скандинавского аскетизма тут практически ничего не осталось. Буйство красок, торговля прямо на улицах и пряные запахи от кафе с индийской и арабской кухней. И такие Пакистаны, Сомали, Ираны есть уже в каждом крупном норвежском городе. 50 лет назад Норвегия была одной из самых этнически однородных стран в мире. Программу массового приема мигрантов социал-демократическим большинством приняли в 60-е. Ждали плюсов. Прежде всего, притока новой рабочей силы в малонаселенную страну, ассимиляция мигрантов и улучшение демографической ситуации. Планы не сбылись. Иммигранты в Норвегии сегодня – это десятки тысяч безработных, восточные и африканские гетто рядом с деловыми центрами. Сила взрыва в Осло была такова, что разрушены оказались сразу несколько правительственных зданий, а стекла повыбивала во всем центре города. Даже вот такие сверхпрочные, антивандальные. В этом газетном стенде издания, датируемые 22 июля 2011 года. Сам же правительственный квартал по решению властей обнесли вот таким высоченным забором, официально, чтобы не травмировать психику норвежцев. За ним пытаются сделать все, как было, как прежде. Но те, кто с этой стороны понимают, как прежде в Норвегии уже никогда не будет. Ну, раненые были даже вот здесь, вот по этой улице, потому что стекла попадали. Даже у нас один коллега пострадал, стекло ему в голову упало. Эльмира наполовину азербайджанка. Работает официанткой в кафе рядом с правительственным кварталом. Эффект Брейвика видит в том, как изменились сами норвежцы. Я думаю, поменялось отношение норвежцев к нам, иммигрантам, к мусульманам в основном. То, что ожидали, что это будет грозный, бородатый мужчина, оказалось, что это норвежец. Они поняли, что не все иммигранты, не все мусульмане террористы. Что террорист был их кровей и не мусульманей. Даже как-то отлегло от сердца. Жители страны, в которой каждый восьмой иммигрант и вторая по величине партия националистического толка, словно осознали, живут на пороховой бочке. После громких терактов на муниципальных выборах за крайне правую партию, в которой состоял Бревик, проголосовали на треть меньше, чем ожидалось. Купаться в Северном море, иммигранты с севера России и в ноябре не холодно. Андрей Мельников переехал в Норвегию из Архангельска молодым врачом еще в 93-м. Сейчас здесь он уважаемый анестезиолог. У него четырехэтажный особняк, красавица-жена и двухлетняя дочка. У меня там рабочая неделя может быть до 100 часов. Поэтому, когда я вижу, что кто-то стоит в аппарат и играет весь день на пособия, которые оплачу я из своих налогов, то настроение, естественно, у меня от этого не прибавляется. Жизнь за кордоном удалась, потому что много работал. Редкость для последних волн эмиграции. Те, кто приезжал сюда в середине 90-х и начале 2000-х, записывались большей частью в беженцы, либо в безработные. В Норвегии много эфиопов, сомалийцев, выходцев из Пакистана и так далее. То есть, как правило, это представители нации, которые, ну, скажем так, не обладают большим количеством нобелевских лауреатов. Пускай он не может что-то такое делать сверхъестественно, но идет, как говорится, мастить дороги. Это реально. В Норвегии, как говорится, место много, дорог можно много построить. Ненависть эмигрантов одной волны к эмигрантам другой, те ниточки, за которые уже дергают, а в перспективе будут дергать все сильнее, националистические силы не только в Скандинавии, во всей Западной Европе. Ведь коренного электората все меньше. Никого уже не удивляет, что в руководстве истинных финнов бельгиец Ван Вонтеркхейм, который русский выучил только за то, что надо продавать запчасти для иномарок столь нелюбимым россиянам. Да и вообще, нелюбимы все те, кто приехал позже. Новые эмигранты, но имени мусульман, они требуют свои, вот такая спортзал была, они хотели там отдельную комнату, где можно молиться. Я читаю, вот строите, пожалуйста, тогда свои спортзалы. Кандидат в Европарламент от шведских националистов тоже эмигрантка первой волны, приехала из России. Вот в этом районе у нас шесть мандатов в управлении городского. А почему? Как только критический этот минимум, или уже критический максимум скорее, эмигрантов переваливает в обществе, тогда общество просыпается и начинает голосовать за нас. Тогда они начинают кричать и говорить, надо же что-то делать, так не может продолжаться. Когда они видят, как их детей избивают на остановках, как девочек унижают в школах. С Еленой мы беседуем в шведском городке Сёдор-Телле. Это стокгольмское предместие в год принимает больше беженцев из Ирака, чем США и Канады вместе взятые. Коренных шведов здесь уже не осталось. Воскресным вечером улицы непривычно пусты. И видно, как неспокойно европолитику в этом иракско-сирийском анклаве.